Теперь приходим к нашему следующему спикеру, Нилу Фархон. Нилу Фархон, Лотова. Всем привет! Ну что, я тогда начну с того же самого вопроса. Где ты живешь? Я в Ульме. Так, ну тогда есть такая немецкая поговорка. Звучит эта немецкая поговорка? То есть вокруг Ульма, в Ульме и рядом с Ульмой. Так, ну я правильно понимаю, что ты учишься, но ты учишься не в университете, а получаешь профессиональное образование. Да, все так. Я получаю профессиональное образование в области ухода за больными и начального медицинского образования. И потому что я хочу работать дальше в учреждениях по уходу за пожилыми и больными. Да, и это получается программа немецкого правительства, которая приглашает квалифицированные кадры и дает возможность обучаться. Да, все так. Я хочу работать по специальности, но при этом я не исключаю возможности пойти получать высшего образования. Слушай, пожалуйста, а есть какое-то немецкое слово, которое тебе особенно трудности добавляет? Да, есть слово врач. Артст. Звучит очень просто, но я всегда путаюсь, когда пытаюсь его написать. Я не помню, где там Z, Z, где там T, что-то там такое. Да, подожди, но если ты говоришь, что не знаешь, как пишется артст, врач, не означает, что ты не хочешь быть врачом, правильно? Супер. Тогда твои 10 минут начинаются прямо сейчас. Спасибо. Ну что, тогда я расскажу о моей теме. Расскажите, пожалуйста, у вас еще осталось место в голове для новой информации, которую я вам хочу рассказать? Если да, то супер. Я живу в Ульме. Я сейчас получаю образование по специальности сестринское дело. И скажите, пожалуйста, кто-то может мое имя прочесть? Быстро прочесть сложно. И это был первый вопрос, который меня спросили в Германии. Меня, естественно, спрашивают, как тебя зовут? И потом переспрашивают, как? Как? И кто-то ко мне однажды даже пришел и сказал, слушай, у тебя в имени 11 букв. Правда? Да, это правда. В моем имени 11 букв. И я решила найти этой проблеме решение, потому что люди не могут выучить мое название. С 2019 года я поменяла место Нилу Фархон, я стала Нилу. Это значительно проще запоминать и выговаривать. Я родилась в Таджикистане и всегда хотела заниматься медициной, уже будучи ребенком. Хотела быть врачом. Ну и кроме того, моя бабушка работала медицинской сестрой в операционных залах, и она всегда меня мотивировала этой профессией, поэтому это сподвигнуло меня на принятие многих образовательных решений. В первую очередь я поменяла школу. Изначально я учила английский в качестве иностранного языка, а перешла в школу, где учался немецкий язык. Чему? Да не спрашивайте меня. Просто английский мне не шел. Давайте скажем так. После того, как я перешла в эту школу, я получила сертификат немецкого B2 и хотела продолжить свое обучение в Германии, поехать в Германию. И мне одна учительница сказала, что есть программа в Германии, «О-ПЕР», которая позволяет поехать в Германию. Что такое «О-ПЕР»? Это программа для молодых людей и девушек, которая позволяет познакомиться с немецкой культурой и Германией, при этом живя в какой-то немецкой семье и помогая по дому, помогая в воспитании и уходя за детьми. По программе «О-ПЕР» участникам предлагаются питание, проживание, также программа оплачивает курс немецкого языка, и есть какие-то карманные деньги. Эта программа для меня длилась год, и мне так это понравилось, и я после этого не знала, что делать дальше, но мне хотелось остаться дальше. Поэтому совет. Если вы не знаете, чем заняться в Германии дальше, вы всегда можете пойти на волонтерскую работу и принять участие в программе «Добровольный социальный год». Это программа, которая позволяет молодым людям работать в социальных учреждениях. Ты не получаешь при этом зарплату, но при этом получаешь карманные деньги. И проживание для тебя тоже предусмотрено. Эта программа может длиться год или даже больше. После этого года я все еще не очень понимала, что же я хочу сделать. Я хочу пойти изучать эстринское дело или, может быть, все-таки пойти на высшее медицинское образование. Первое, что я сделала, я посмотрела, сколько вообще есть по статистике профессий, государственно признанных профессий или профессиональных обозначений. 330 их, и одной из этих профессий является профессия эстринское дело. После этого я посмотрела, какие возможности финансирования обучения существуют. Первый год обучения 1517, достаточно много. 1578 евро на втором курсе. В втором году обучения. Для студента этого достаточно. И на третий год 1674 евро. Это числа, которые я не придумала. Это числа, которые опубликованы на сайте университетской клиники города Ульм. Если вы можете это найти, то вы об этом узнаете. Если это вам интересно, то вы прямо сейчас можете перейти по этим ссылкам и подать заявку на прохождение такого профессионального обучения. Важный секрет. Пожалуйста, не останавливайтесь на одной заявке. Подавайте 10 или больше. Из 10, ну, вам ответят в 2 случаях. Например, я хотела в Ульме остаться, а не знала сделать, как это сделать. И я очень, знаете, боялась, нервничала и думала, что не потяну. Но тем не менее подала заявку. И мне выделили место для обучения и стажировки в университетской клинике Ульм. Было много бессонных ночей. Было много контрольных. Было много стресса. Еще и смены при этом. Ранние смены, утренние, ночные. В общем, я в какой-то момент даже была не уверена, справлюсь ли я с этим обучением и практикой или нет. Но в 22-м году я стала лучшей на курсе и поняла для себя, что если ты знаешь цель, то путь ты найдешь. Вне зависимости от трудностей, вне зависимости от того, что происходит. Пожалуйста, не останавливайтесь, не бросайте руки. Можете начать с малого и закончить чем-то больше. Спасибо за внимание. Нилу, спасибо большое. Нилу, вот, я теперь понял, как нужно. Вопросов у нас пока нет. Давай я на... А нет, вот, вопрос все-таки пришел. Колька после учебы у тебя остается свободного времени? Все зависит от человека, то есть, как именно вы учитесь. Вы быстро или, скорее, медленно усваиваете материал. Для меня вообще всегда большая проблема найти свободное время, потому что мне приходится учиться долго, чтобы что-то понять. И если я прямо по-настоящему готовлюсь к контрольным, то времени остается не очень много. Ну, в целом, можно, не знаю, три часа, например. Три часа свободного времени можно себе выделить в день. А что ты делаешь в это время? Да просто гуляю, я люблю гулять. Я, вне зависимости, кто меня куда зовет, я всегда готова присоединиться. Если прогуляться, не знаю, по магазинам пройтись, здорово. Ну, то есть, просто вот как раз в Ульме, вокруг Ульмы и рядом с Ульмой, как по поговорке. Именно так. Скажи, пожалуйста, а вот подход к медицине в Германии к чем-то отличается от других стран? Подход вообще совершенно другой, честно вам скажу. Потому что есть у нас, например, в Таджикистане не существует такой схемы, когда у тебя есть и учеба, и смены. У нас есть учеба, и, например, там, две-три недели практики. А тут это все объединено. И у тебя и смены, и учеба, и все это и теория, и практика вместе. Как рассчитать все, прежде чем поехать в Германию учиться? Вот именно поэтому я сказал в своем докладе, что у вас должна быть цель, мотивация. Если у вас нет цели, мотивации, то это может и не сложиться. Ну, например, многие приезжают в Германию, но почему-то не учат немецкий или там не хотят как-то тарасти над собой. Для меня было очень важно всегда именно освоить язык и при этом что-то делать, что-то делать, чем-то заниматься, нарабатывать навыки, чтобы дальше заниматься какой-то профессией, а не просто проводить здесь время. Спасибо большое. Спасибо большое за твой доклад. Было очень интересно. Вам спасибо. Спасибо.